Председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев представил депутатам Тверской общественности годовой отчет за минувший год о деятельности городского парламента на очередном заседании 27 апреля. Этот вопрос стал центральным в повестке. Подробности прямо сейчас. В отчете Евгений Пичуев обозначил ключевые события в деятельности думы, в числе которых сентябрьский выбор депутатов, которые проходили на основе новой мажоритарной системы. Остановился спикер на важнейших принятых решениях. Среди них, конечно же, работа над бюджетом. Особое внимание в отчете председатель думы уделил работе над проектом бюджета. И вот в условиях ограниченных ресурсов распределять бюджетные средства было, конечно, непросто. Надо сказать, что депутатам пришлось жестко расставлять приоритеты, изыскивать дополнительные средства, чтобы закрыть, ну, в первую очередь, самые острые потребности. Ну и мы можем констатировать, что в итоге удалось сохранить социальную направленность бюджета, а это самое главное. Кроме того, отчет председателя муниципального парламента затронул вопросы благоустройства и муниципальной собственности, в том числе в части поддержки предпринимателей в условиях спецопераций и санкций. Отдельное внимание было уделено работе парламентариев на округах и их участию в благотворительных проектах. Также председатель парламента проинформировал коллег об итогах межмуниципальной и международной деятельности Тверской городской думы, о сотрудничестве с контрольно-счетной палатой города, с общественной и молодежной палатами Твери. Прозвучало в отчете, что мы активно работаем с администрацией города, с общественной палатой, естественно, с правительством, с нашим ЗАГС-собранием, то есть как единый, как говорится, организм на благо наших жителей. Потому что мы избирались с жителями непосредственно на округах и мы должны их интересы ставить превыше всего. Хотелось бы поблагодарить коллег за работу в из тех же период. Я бы хотел отметить, что новые депутаты включились в работу достаточно активно. Мы сформировали новое депутатское объединение. Сегодня Дума работает слаженно, оперативно, принимает необходимые решения. На нынешнем заседании отчет о деятельности в 2022 году также представил Владислав Малинин, председатель контрольно-счетной палаты Твери. В из тех же году КСП провела финансово-экономическую экспертизу 96 проектов решений Думы. Также в ходе заседания было принято положительное решение о внесении изменений в устав города. В нём теперь появится норма о досрочном прекращении полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.